уважаемые зрители пожалуйста напишите в чате хорошо ли меня слышно и видно просто напишите в чате все да должно быть слышно и видно хорошо уважаемые друзья всем привет это канал trickster научная религия здесь я говорю о религии с точки зрения религиоведения и провожу интервью с интересными людьми на тему религии сегодня мы проводим интервью с востоковедом и исследователем ислама иллюминатом обязательно подписывайтесь на его канал по ссылкам в описании ссылки указаны в описании этого стрима также если вам не сложно поставьте пожалуйста этому стриму лайк так вы его продвинете и она попадет в рекомендации заинтересованным зрителям ну и вы таким образом меня поддержите также если у вас есть желание и возможность можете поддержать этот стрим донатом иллюминат приветствую здравствуйте александр здравствуйте уважаемые зрители расскажите немножко я себе если ну что можно рассказать в принципе о своем канале подробнее если я что-то не сказал можете это добавить в целом я по специальности в востоковед занимаюсь исследованием арабского востока исламского мира и на ю тубе собственно в свободное время провожу просветительскую деятельность в первую очередь для этнических мусульман русскоязычного пространства как россии как и целом по советского пространства и пытаюсь показать им альтернативную точку зрения которые достаточно слабо представлена в русскоязычном сегменте ю туба когда вы обучались на исламовый ой на востоковеда вы специализировались именно на исламе ну да я специализируется на арабском востоке ну ислам тоже как часть арабского востока она входила в учебную программу и собственно является частью моей специализации почему выбор пал именно на ислам это связано с тем что у меня всегда по жизни был интерес к востоку в целом в частности к исламскому востоку и сначала это начиналось какой-то такой юношеской романтики как бы интереса к чужой культуре затем я решил связать с этим свою жизнь и собственно выбрал то направление учебное которое собственно и занимается этим регионом это я бы сказал так нерациональное решение знаешь то есть нельзя сказать что у меня были какие-то там конкретные предпосылки для этого просто есть люди допустим которые изучают японскую культуру там китайскую культуру или скажем не знаю культуры там американских индейцев но вот это тоже самое только с ближним востоком понятно а как вообще оцениваете исламскую религию как относитесь к ней как исследователь или все-таки есть какая-то доля скептицизма или вот как если например анализировать критику в отношении вас вас часто называют исламофобом это действительно так или у вас исключительно исследовательский интерес я не являюсь исламофобом потому что слово фобия предполагает некую боязнь или страх по отношению к чему-то я не считаю себя исламофобом я хочу быть первую очередь исследователем я максимум кем могу себя назвать это критиком ислама и критика моя как бы она опирается на то что ислам позиционирует себя как достаточно агрессивная идеология которая на мой взгляд не несет каких-либо прогрессивных идеалов которые могли бы улучшить жизнь как наше общество так и любого другого скорее наоборот она приведет нас обратно в каменные века соответственно поэтому я участвую в этой войне за умы внеся свой посильный вклад для того чтобы вообще показывать людям что это религия себя представляет но деятельность на моем канале она не сводится исключительно к критике ислама то есть в этом есть как бы и исследовательский элемент вот в частности допустим какие-то видео об истории ислама то есть они направлены не только на том чтобы показать вот какой ислам там плохой да а для того чтобы тоже показать вообще как это происходило просто чтобы у людей было представление о том как выглядели все эти исторические события вы говорите что вы хотите донести до аудитории некоторую правду об исламе вы считаете что проблема радикализации ислама в россии действительно реально вообще вот вопрос в целом исламизация россии реально вот начнем с того что вы упомянули относительно радикализации как вы сказали проблема радикализации ислама на мой взгляд первая проблема заключается в том что мы вообще ставим вопрос как некую радикализацию ислама ислам это сама по себе достаточно радикальная религия она конечно в своей радикальности не уникально но на сегодняшний день это как бы пожалуй единственная идеология которая сохранила вот эту свою изначальную степень пассионарности такой высокий уровень агрессии я своих видео зачастую как главную мысль которую хочу донести до людей чтобы они не строили иллюзии об исламе как о какой-то мирной религии то есть ислам это изначально экстремистская идеология то есть мы можем это не признавать мы можем заниматься говорить языком политкорректности но факт тем не менее остается фактом то что ислам это агрессивная по отношению ко всем остальным инакомыслящим идеология по поводу вопроса реально ли исламизация россии это это спекулятивный вопрос я всегда говорю что аналитика это неблагодарное дело она реально и нереально одновременно тут зависит от того какой смысл мы вкладываем в понятие исламизация если мы говорим о подлинной исламизации то есть возвращение к тому исламу который был во времена саляфу салих праведных предков во времена посланника аллах собственно сама мухаммада то я думаю что это скорее маловероятно если мы говорим о такой бытовой исламизации и трансформации в этой связи ислама в нечто новое что имеет очень посредственное отношение с исконным исламом то это вполне возможно потому что ислам в принципе он достаточно удобный инструмент для управления народом сколько лишает людей критического мышления делает их податливыми но в принципе плюс-минус как любая религия а исламом особенности но смотрите мы же встречаем примеры мирного ислама где ислам не такой уж и радикальный он считается с нормами светского государства он считается с идеями гуманизма как быть тогда с таким исламом так это не ислам в том-то и проблема это как это сказать это нововведение это сектанство потому что есть в чем проблема ислама ислам он достаточно это достаточно догматическая религия где нету пространство для манипуляции и интерпретации то есть у нас есть коран есть сунна и положение корана и сунна они уже изначально по умолчанию исключают такие понятия как как вы упомянули там секуляризм или что вы сказали светские нормы ну да светские нормы то есть не может быть и другого шариата кроме шариата аллах в исламе поэтому никаких светских норм в исламском государстве или в исламской общине быть не может и любой исламский проповедник вам скажет то что обращаться допустим в суды светские жить и по каким-то светским законам если они не идут в соответствии с исламскими предписаниями это является куфром это выводе человека из ислам поэтому бы никакого умеренного ислама нету это это миф который создали для того чтобы не напрягать это на религиозную обстановку в странах где есть определенное исламское меньшинство или даже большинство то есть это политический конструкт понятно но смотрите мы встречаем например довольно таки мирные проявления ислама в раннем суфизме когда люди пытались каким-то не то чтобы интуитивным но довольно таки мирным путем рассматривать ислам исламскую традицию без того воинственного настроения который исламе был изначально на понятно каким образом распространялся ислам но все-таки были такие направления в исламе которые не считали подобный образ распространения ислама приемлемым для себя за других может они не говорили но вот для себя и они не считали это приемлемым ну хорошо давайте вот тогда обратимся вот к чему они может быть и не считали этот способ распространения религии неприемлемым но насколько нас интересует мнение отдельно взятых суфистских деятелей, если Коран и Сунна, как главные источники ислама, призывают к этому и настаивают на том, что ислам должен распространяться именно тем путем, которым он распространялся. То есть это говорит о том, что суфизм – это концепция, это идеология внутри ислама, секта, которая противоречит ее исконным постулатам. И поэтому от ислама, в зависимости, конечно, от динаминации суфизма, осталось достаточно мало. Поэтому это вопрос о том, насколько мы вообще можем признавать суфизм исламом. Безусловно, есть какие-то элементы, но они, как правило, вот, допустим, та вещь, которую вы упомянули о распространении ислама, она противоречит даже самой истории ислама, она противоречит традиции первых поколений мусульман, которые имели непосредственное знание об исламе от пророка, и, собственно, пророк сам жил по таким же представлениям, получая откровение, так сказать, от Аллаха. Мы же можем допустить, что Суна на самом деле искажает представление о пророке, а вот те суфии, которые считали первым суфием именно пророка Мухаммеда, они как раз-таки говорят, что это был такой прям мирный человек, который даже боялся побеспокоить сон своей кошки, я уже забыл, как Меуза или как ее зовут, который говорил, что вот, например, бедуин пришел в мечеть, помочился на пол, он говорит, не трогайте этого бедуина, и когда этот бедуин выходит из мечети, он говорит своим приближенным, чтобы они взяли ведро с водой и смыли нечистоты, то есть, как бы, это человек не насилие, это человек, который приветствует мирный способ урегулирования проблемы. Ну, хорошо, допустим, смотрите, мы можем с вами отказаться от хадисов, признать их недостоверными, сказать то, что их переписывали, а как с Кораном-то быть? Что мы с Кораном будем делать? Дело в том, что концепция джигада, она описана в Коране, она прослеживается в хронологии неспослания его суру, как нам тогда быть с Кораном? Тогда нам нужно будет признать, что у нас нет и Корана достоверного, получается такая дилемма. А если у нас нет ни Суны достоверного, ни Корана достоверного, у нас, получается, вообще нету каких-то достоверных источников, на которые бы опирался Ислам. Да, в этом как раз-таки проблема. Вот смотрите, тут тоже можно такой заход придумать. Вот есть Кораниты, которые считают, что Коран все-таки является источником человеческой, вернее, не источником, а продуктом человеческой культуры, именно арабской культуры, и это не совсем прям такое прямое слово Божье, как об этом, например, говорят большинство мусульман, но, тем не менее, например, в религиоведении Коранитов тоже относят к Исламу. То есть это люди, которые верят в Аллаха, верят в то, что Мухаммед является последним пророком, именно пророком Аллаха, но они иначе просто интерпретируют эту традицию. И мы видим и другие традиции тоже, которые приветствуют ненасильственный способ исламизации, празелитизма, распространения ислама, так скажем, такие либеральные мусульмане. И, например, в академическом религиоведении их тоже относят к Исламу. Получается, что вы признаете... Понимаете, здесь можно я вас перебью, извините. Вот я хочу уточнить то, что вы, конечно, смотрите на этот вопрос с точки зрения религиоведа, а я пытаюсь, в общем, здесь говорить с точки зрения Ислама. То есть я всегда придерживаюсь такого мнения, что чтобы понять тот или иной культурный конструкт, религиозный, то нужно пытаться говорить на языке их дискурса. И если мы будем отталкиваться от исламского большинства, то вот эти попытки, которые предпринимает Коронита для того, чтобы поменять отношение к Исламу в мире, для того, чтобы создать образ более привлекательного Ислама, они с точки зрения исламского большинства, они несостоятельны как с точки зрения исламского духовенства, так и на сегодняшний день пока что с точки зрения большинства мусульман, по крайней мере, соблюдающих. Вот то, о чем вы говорите, это в частности та инициатива, которая в последнее время наблюдается в странах Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии. Они сейчас пытаются переобуваться и шить новый ислам по совершенно новым лекалам, чтобы, собственно, участвовать в процессах мирового сообщества, экономических, культурных. Но это предполагает то, что ислам будет переписываться до неузнаваемости. Но к исламу это уже отношение как такового иметь не будет, потому что мы забираем его суть. Это уже такой, если можно выразиться, кастрированный ислам. Поэтому я его ислам не считаю. То есть вы как бы судите об исламе именно за счет первичных источников, то есть тех источников, которые определяли вероучение ислама изначально. Ну, конечно, безусловно. Если мы... Ну, вот смотрите. Религия – это некий свод законов, некий свод правил, которые Господь людям отправляет на землю. Он может отправлять их в виде посланий, может отправлять их в виде пророков. И вот эти священные тексты, которые не спосылаются, действия и ход мышления этих пророков, являются той базой, на основе которой мы развиваем религию. Но это некие аксиомы, которые мы принимаем за абсолют. И проблема ислама касательно модернизации в том, что нам придется открыто, скажем, забить на некоторые аспекты, на некоторые положения Корана и Сунны. Вот в чем проблема. Потому что я, конечно, не специалист в христианстве, но, на мой взгляд, христианство, оно куда более гибкое, поэтому в христианстве существует такое огромное количество сект, которых в исламе все-таки намного меньше. Потому что там пространства для интерпретации больше. А в Коране все достаточно четко прописано, и все развивалось в очень конкретных контекстах, очень конкретных исторических констелляциях. Вот в чем проблема, когда мы говорим о том, кого можно считать мусульманами, кого нельзя. Там очень маленькое пространство для реформ. На самом деле я, если вот так исторически рассматривать ислам, я, конечно, даже спорить не буду с этим, просто это исключительно исторический подход к исламу. Если мы, например, рассматриваем ислам антропологически, как религию, которая подпадает под влияние иных культур, им изменяется под влиянием иных культур, в том числе либеральной европейской культуре, и вот идеи демократии, либерализма и глобализма, то мы это тоже вынуждены рассматривать как ислам, потому что ислам, как и любая религия, изменяется. Безусловно, но я бы тогда сказал, что это исламские секты, а не канонический ислам. И вот, ну, в частности, если вы уже упоминаете о каких-то либеральных трендах, о каких-то идеях глобализации по западным лекалам, то они, по крайней мере, на сегодняшний день находят достаточно небольшой отклик в общем, в целом, в исламском мире. Скорее, наоборот, они воспринимают это как происки западной цивилизации для того, чтобы разрушить ислам изнутри. Да, вот, кстати, я когда посещал исламскую мечеть, а исламский дом в Екатеринбурге, приходил туда как исследователь, как религиоведы вместе с группой, там выступал один, я не помню, он муфтий, муфтий он был. Он сотрудничает с одним религиоведом, который выступает как раз такой за традиционный русский ислам, хотя его сложно назвать. Звучит как шумарон, да? Да, да, традиционный русский, то есть татарский ислам, такой, знаете, лояльный государству, лояльный к действующей повестке и так далее, традиционной ценности, то есть дружба между религиями. Вот, он как раз-таки презентовал нам книжку, что ИГИЛ, а это запрещенная террористическая организация в России, это не ислам. То есть вот такая вот книжка у них там, они пытаются всем показывать ее, доказывать, что на самом деле это совершенно какие-то странные ребята, и к нам они, вернее, к исламу, настоящему исламу, они никакого отношения не имеют. Конечно же, с моей точки зрения, это тоже ислам, как и то, что они показывают собой, то есть именно татарские, какие-нибудь там екатеринбуржские мусульмане. Просто это разные виды ислама, и какой-то ислам более радикальный, какой-то более умеренный. Да, так, и в соответствии с этим ваш вопрос? Ну, я просто такой комментарий от себя добавил. Нет, ну я с вами согласен, да, просто, понимаете, мы с вами, наверное, немножко о разных вещах говорим. Как бы вам это сказать? Вот на мой взгляд, вот то, что вы описали, где какие-то официальные духовные лица, исламские, российские, и не только российские пытаются вот продвигать такую идею, то, что все равны, мы все братья, все религии в исламе уважаются, то, что между нами, по сути, нет никакой разницы, мы все живем в одной стране, это, с исламской точки зрения, это натягивание совы на глобус. Потому что, ну, для того, чтобы большинство мусульман в это поверили, для этого нужно убрать, ну, практически все, что есть в исламе, начиная от ахадисов, заканчивая самим Кораном. Я уже не говорю про тысячелетние традиции правовых школ исламских, про библиотеки с томами исламских ученых, это просто, ну, я не знаю, проще, мне кажется, создать новую религию, чем мусульман, скажем, перевести на вот эти вот толерантные рельсы, скажем так. Вот, я все-таки считаю вот эти высказывания, вот эту политику натягиванием совы на глобус, вместо того, чтобы поставить вопрос ребром, сказать, что ислам это, собственно, враждебная идеология, как, допустим, с гитлеровским нацизмом это сделали, да, нет, они пытаются заигрывать с ними и делать хорошую мину при плохой игре. Вот это для меня выглядит таким образом. Хорошо. В процессе моего творческого пути я довольно-таки часто отзывался об исламе, также писал критические статьи в отношении ислама, например, про моральность Мухаммеда, это с опорой на хадисы, с точки зрения гуманизма, конечно же, современного гуманизма. И за это мне часто прилетали угрозы. Как у вас с этим обстоят дела? Ну, мне иногда тоже угрожают, но, признаться честно, достаточно редко. Мне пишут какие-то угрозы, поэтому я это всерьез не воспринимаю. Я знаю, что этим делом нужно заниматься, и я им занимаюсь. Да, при этом мне, кстати, еще от христиан прилетали угрозы. Хотя от мусульман гораздо чаще это было. Могу себе представить, да. Да. Как вы относитесь к исламским популяризаторам? Популяризаторам? Вот такие, например, Алиша Байкин, Закир Найк и другие. Ну, смотрите, Александр, я к исламским популяризаторам отношусь по-разному. От негативного отношения вплоть до позитивного. Сейчас объясню, о чем я говорю. Есть и такие популяризаторы, которые пытаются... Вот, допустим, есть такой ресурс, допустим, Алиф ТВ. По-моему, это татарский ресурс, я не знаю, но он такой инспирирован, скажем, татарскими деятелями. Они продвигают такую поверхностную исламизацию России, что, в общем-то, вроде бы и не соответствует с этим исконным таким враждебным исламом. Но они, на мой взгляд, являются самыми опасными, поскольку они подготавливают почву для дальнейшей радикализации, поскольку сначала людей нужно подготовить к исламу, прописать в них вот эту исламскую прошивку, чтобы потом уже на основании нее накидывать туда уже какие-то фундаментальные исламские вещи. Поэтому к таким исламским популяризаторам, которые заигрывают с этой повесткой, что, значит, в общем, мы все равны, короче, и иудеи, и христиане, это наши братья, и в общем, все прекрасно, все чудесно. Оно-то, знаешь, как в народе говорят, мягко стелить, жестко спать. Они либо умышленно не договаривают каких-то вещей, понимают, что если они сразу выложат все карты на стол, то люди поймут, что к чему, либо искренне по своей некомпетентности верят, что это действительно так, что они, значит, могут мирно сосуществовать с другими, и на самом деле никаких планов по захвату власти вашему порабощению, условно говоря, у нас нету. К каким проповедникам я отношусь хорошо? Ну вот, например, к таким проповедникам, как наш горячо любимый, уважаемый в жамате шейх Абдулла Костекский, поскольку это человек, который говорит все напрямую, то есть, он не стесняется, выкладывает все именно так, как это обстоит в исламе, и за это ему, конечно, большой респект, потому что он значительно облегчает, в том числе и мою деятельность. И многие люди, слушая его, задаются себе вопросом, господи, а во что я вообще верю, что это за бред? Поэтому к таким людям я отношусь позитивно, потому что они честные. А к тем, кто начинает смешивать правду со сладкой ложью, конечно, я отношусь плохо, потому что это такая ползучая исламизация бархатная, которая может потенциально потом вылиться в нехорошие тенденции. А слышали о таком популяризаторе, как Алиша Байкин? Про Алиша Байкина, да, я слышал, я его не смотрел, а может быть, я натыкался на отдельно взятое его видео, но я, если честно, мало времени уделяю просмотру каких-то блогеров исламских, которые меня не интересуют. Да, просто я хотел на него как-то выйти, писал в его чат, ну, нормально, уважительно, даже ребят с Рамаданом поздравил. Итоги меня там просто обосрали. Сказали, что вы же кефир. Да, да, кефир, все нафиг, нафиг его. Просто некоторые знают меня, говорят, что я там их оскорбляю, хотя это полная ложь и клевета, я никогда никого не оскорблял, критиковал только учения и тексты. неужели вы не понимаете, что критика ислама это оскорбление ислама? Как вы посмели сомневаться в последнем завещании людям вплоть до самого судного дня? Как вы себе это представляете? Конечно, вы с точки зрения мусульман, вы их оскорбляете. Но вы понимаете, какой интеллектуальный уровень представляет себя большинство глубоко верующих мусульман? Нет, это, конечно же, понятно, просто при таком раскладе почему-то странно видеть, что отсутствует критика в отношении церкви в целом, потому что для церкви ислам изначально считалось христианской ересью, а потом уже просто такой отдельной религией, которая абсолютно не соответствует чему-то, ну, в общем, христианским представлениям о норме, о том, что хорошо и что плохо. Ну, вернее, ислам это плохое, а христианство, разумеется, это нечто хорошее. И на этом, по сути, стоит церковь. И даже того же, если вспомнить Иоанна Дамаскина, который критиковал ислам, будучи жителем халифата. халифата. То есть, его тоже можно работать, посмотреть, как он критиковал ислам, и ничего страшного, жил, поживал. Ну да, просто стоит понимать, что когда верхушка арабская немножко разжирела на завоеванных территориях, то у них, возможно, вот эта ревность к религии стала несколько угасать. Особенно явно это проявилось в Аббаситский период, когда, собственно, в халифате начали развиваться науки, которые сейчас мусульмане хитрым образом пытаются приписать как заслугу ислама, но связано это было как раз таки с тем, что вот эта догматика и воинственность, она несколько начала угасать. Поэтому и при дворах Амиятских халифов, и уж тем более особенно потом при дворах Аббаситских халифов было полно христиан, были иудеи, были зороастрийцы. В общем, кому интересно, после стрима можете ко мне на канал перейти, у меня есть видео о золотом веке ислама, там эти вещи наглядно показаны. То есть, одно дело, что написано в Коране и Сунне, другое дело, как это применялось в разные периоды истории. Вот как мы видим, не прошло и двухста лет, а ислам уже даже в свои первые века во многом начинал проседать в плане пассионарности и ревности соблюдения религиозных постулатов. Ну вот, как раз затронули эту тему и тут вопрос от спонсора Руслан, спасибо за донат. Он спрашивает, может ли когда-нибудь либеральный и прогрессивный ислам заменить собой консервативный и агрессивный? Если это произошло почти в самом начале ислама, то может и сейчас это будет происходить? Это вполне возможно, да, и если смотреть на ту же Саудовскую Аравию, то они десятимильными шагами в ту сторону идут, и скорее всего они вот такую повестку значит и готовят как основную для исламского дискурса. Поэтому это вполне возможно, я могу себе такое представить, особенно отслеживая новости, которые приходят из исламского мира, в частности стран Персидского залива, вполне могу себе такое представить. Насколько у них это получится, я не знаю, но это возможно. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Хотелось бы поговорить с вами о противоречиях в Коране. Вот у вас много видео, в том числе переводов западных блогеров, которые занимаются критическим рассмотрением ислама. Какие с вашей точки зрения самые такие прям яркие противоречия в Коране? С моей точки зрения самые яркие противоречия в Коране это в первую очередь противоречия Корана здравому смыслу. То есть каким-то базовым вещам, которые доказаны с научной точки зрения и на нашем нынешнем уровне развития абсолютно очевидны. В Коране много мест, из которых становится ясно, что автор Корана думал, что солнце вращается вокруг земли, что оно куда-то там садится, что земля плоская. Подобные вещи. Конечно, отдельно взятые эти аяты мусульмане пытаются списать на образность речи, но когда каждый раз Коран пользуется такими оборотами, как-то, что он распростер землю, что солнце стремится к своему месту пребывания, что оно заходит в мутный источник, то остается очевидно, что автор Корана буквально таким и воспринимал окружающий мир, и становится понятно, что это никакое не метафорическое выражение каких-то аспектов бытия, устройства планеты, нашей Вселенной. Понятно, что автор Корана буквально в это и верил. Уже не говоря о том, что, вот я приводил тоже в примере в своем последнем видео про грамматические ошибки в Коране мнение Абубакра Рази. Это такой персидский ученый был, он прославился в основном как медик, и он, ну, не только как медик, математик, он другие науки изучал, то есть был достаточно эрудированным и продвинутым для своего времени человеком. И он критиковал Коран как за его несостоятельность, ну, посредственность языковую, так и за противоречие, которое в нем содержится, и напрямую говорил, что, вот, апологитам ислама, что, в общем-то, ваш Коран, он не дал ничего из того, что мы на сегодняшний день знаем об инженерии, об медицине, об устройстве планет, то есть человек, который жил в Абасидском халифате, достаточно раннем периоде ислама. Уже тогда, зная арабский язык, прекрасно понимая ту эпоху, которая не так далека к зарождению ислама, даже он подмечал, что Коран, он бесполезен с точки зрения той же науки, да, и когда мы считаем Коран, самые главные противоречия, это то, что реально они верили, что земля плоская, что солнце вращается вокруг земли, то, что вот есть мутный источник, в который оно заходит и прочие прелести. Уже не говоря о том, что вот мой любимый пример, наверное, пожалуй, что Коран заявляет о том, что семя выходит между крестцом и ребрами. В Коране так и написано «бейнасольпу от тарайб». Если мы начнем это переводить, это переводится как между крестцом и ребрами. Те стикулы где находятся? Явно ниже крестца, да, а в Коране вот заявляются такие чудесные вещи. При том, что вроде бы как автор Корана это творец мироздания. Вот это, наверное, пожалуй, самое такое противоречие, противоречие здоровому смыслу. Но, опять же, вот если мы уже Абу Бакра разе упомянули, он тоже кидал такой упрек Корану, то, что в Коране есть противоречие между антропоморфностью Бога и его трансцендентностью. То есть, вот допустим, есть в Коране такой аят Сурисат, на аяте 75-ом, где Аллах говорит, я Иблис, ма мана ака ан тазджет лиман халака бияды. То есть, кто, что помешало тебе преклониться перед тем, кого я сотворил своими руками. Имеется ввиду Адама, да, он приказал Иблису поклониться ему, он отказался, соответственно. Вот это достаточно известная в исламе история. То есть, в Коране так и говорится, что он создал его своими руками. То есть, у Господа миров получается, есть руки. В то же время, в другом аяте говорится о том, что нет ничего подобного ему. И тот же Аль-Куртубе, комментатор, в своем комментарии Корана, в своем Тафсире, говорит то, что Аллах не подобен ничему из своих творений, и они не подобны ему. И в то же время, есть аяты, где говорится о том, что у Аллаха есть руки. Более того, есть аяты о том, где говорится о том, что у Него есть трон. Зачем какому-то трансцендентному существу, которое вроде бы как не обладает такой телесностью, как у человека, что можно сидеть на троне, условно говоря, зачем ему трон? То есть, автор Корана перекладывал свои архаичные представления о владычестве на абсолют вселенский. То есть, он воспринимал буквально Аллаха, как персидского или византийского императора, который сидит на троне. Вот в суре Аль-Хакка, в аяте 17, там говорится, что восемь ангелов по краям неба понесут над собой трон Аллаха. С чем ему трон, непонятно. Вот, допустим, такое противоречие до антропоморфности и трансцендентности. Вот потом следующее, тоже достаточно жесткое противоречие, заключается в предопределении свободе воли. Это в исламе привело к большому расколу, к векам дебатов между различными исламскими течениями. И проблема здесь в чем? В Коране ясно написано то, что воистину мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. Более того, любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Тоже есть такой аят в Коране. И в то же время в том же Коране говорится о том, что те, кто хотят, пусть уверуют, кто не хотят, те не уверуют. То есть как бы у вас есть вроде как свобода выбора. И в то же время тем, кто не уверует, им обещают страшные муки, страшные мучения и задаешься следующим вопросом. Хорошо, в Коране также сказано то, что Аллах милостив, милосердие, на все прощающие. Как же тогда это сочетается одно с другим, если Аллах все предопределил, он заранее знает, какой выбор человек сделает по жизни и сам факт его осознавания этого выбора уже является молчаливым согласием того, что этот человек обрекается на вечные муки. То есть ну вот это, на мой взгляд, самые такие жесткие противоречия Корана. Да, но сразу можно возразить, извините, вы должны знать в совершенстве арабский язык и у каждого арабского слова есть множество значений, и если мы будем использовать эти все множества значений, то никаких противоречий не будет. Конечно, при желании всегда можно найти какое-то значение, всегда можно подогнать какую-то интерпретацию, которая будет соответствовать искомому результату. Но в данном контексте вот хорошо, как мы решим вопрос с свободой воли? То есть с одной стороны у человека есть свобода воли, с другой стороны все предопределено. Как мы будем этот конфликт решать? Никак. Там же вроде есть у исламских ученых какое-то решение. Да, у них есть решение, но понимаете, проблема в чем? В исламских странах, в исламских обществах, как правило, достаточно низкий уровень образования, и что такое наука-логика, там знают плохо. Скажем, например, в Советском Союзе, в европейских странах в 19 веке преподавали науку-логики в школах, и у людей были представления о правильном мышлении. А когда человек, условно, я сейчас, конечно, нутрирую, условно говоря, если человек всю жизнь жил чабаном, пас овец, и только по пятницам, может быть, ходил на ходбу, где ему и мамам сказки рассказывал, для отвлечения, такая форма социализации, то откуда у него будет аналитический аппарат для того, чтобы грамотно воспринимать то, что ему рассказывают? Да, они тебе на любую, на любой, как я это называю, шубогат, они тебе, сомнения в религии, они тебе дадут объяснение, они тебе дадут обоснование. Но проблема в том, что вот вопрос со свободой воли, вы никак его логически не обоснуете. То есть, либо вы должны признать, что будущее неизвестно, либо если вы исходите из истории предпосылки, то что Аллах за 50 тысяч лет до сотворения мира предопределил, записал в книге все события, которые произойдут, то что все, что будет, то у вас просто логика начнет схлопываться. То есть, либо А, либо Б, никуда не денешься. То есть, ну они как, они выкручиваются таким образом, они говорят, мол, Аллах создал разные варианты, которые человек может выбрать, а человек уже сам выбирает, что, собственно, как поступить в этой жизни. Ну извините меня, но Аллах же знает, какой выбор они сделают в конечном итоге. Соответственно, это знание уже предполагает, что он как бы дал добро на то, что человек сделает неправильный выбор, что он не уверует, и в итоге он отправится в ад, который Аллах также создал, который он также предписал неверующим, которым в свою очередь то же самое, предписал, что они не уверуют в Аллах. Как вот многие шейхи, когда начинают свои проповеди, они говорят, кого Аллах ведет прямым путем, того никто его не собьет, и кого Аллах сбил с праведного пути, того никто на него не наставит. Получается, Аллах уже заранее порешал, кто отправится в ад, а кто в рай. То есть, никакой свободы воли в этом нет, есть только иллюзия выбора. Да, это вообще замечательный момент с этими противоречиями в Коране, еще вот научные чудеса Корана, еще любят про расколотую луну говорить, даже что... это и об этом я уже вообще молчу, как и про ночное путешествие, про Бурака и прочие прелести, но это вообще-то это атас. Да, но вот тут даже смотрите, хорошо, человек не знает арабского языка, но есть же переводы, есть же исследования коранистов, и можно их исследования брать как авторитетный источник. То есть, это как бы не я замечаю, это именно исследователи Корана и знатоки арабского языка заявляют. То есть, как бы тут, когда просто обращаются к критикой, ты не знаешь арабского языка, что ты можешь вообще об этом говорить, ну извините, вот смотрите, я ссылаюсь на источники, я ссылаюсь на исследования тех, кто разбирается в этом вопросе гораздо лучше меня, и они отмечают эти противоречия. Ну да, но опять же, в зависимости от того, что мы, какой вопрос мы берем. Просто проблема в том, что для того, чтобы понять бритовость ислама, уж извините за такую пошлость, то не обязательно в какие-то тонкости вдаваться, она в принципе лежит на поверхности. Большинство мусульман верят ислам по разным причинам. А, они либо родились в исламе, и это индоктринация, которая происходит с рождения, и это, понимаешь, если ты убедил человека в том, что он обезьяна, он будет свято в это верить, это ему никак не объяснишь, что он человек, а не обезьяна. Либо, это люди, которые прошли через какие-то тяжелые события в своей жизни, как-то, может быть, психически, эмоционально не справились с ней, и нашли свое облегчение в исламе, то есть, тоже не получится, потому что ты забираешь у них основу из-под ног, это равносильно для них смерти духовной. Либо, есть третий случай, есть люди, которые на этом неплохо зарабатывают, для которых ислам – это бизнес, потому что у них вся жизнь повязана с исламом. Эта власть – это очень большие деньги. Поэтому, даже тот же вот Мохаммад бен Салман, нынешний кронпринц Саудовской Аравии, он, может быть, в глубине души не мусульманин, ему, тот ислам до одного места, но он, с другой стороны, уже понимает, что это хадж, то, что это деньги от хаджа, колоссальное поступление в саудовский бюджет, и он просто не может себе позволить какое-то свое мнение высказывать об исламе, даже если в глубине души он понимает, что это полный бред, потому что от этого зависит государственная казна. Поэтому, для того, чтобы развенчать ислам, не нужно какие-то дебри арабского языка, влезать в какие-то нюансы, какие-то частности, достаточно просто трезвым взглядом на это смотреть. Просто другой вопрос, что большинство людей либо не может, либо не захочет смотреть трезвым взглядом на то, во что они верят. То есть, они должны признать, что ты и все твои предки, они верили в чушь. Это не каждый может. Продолжая вопрос о противоречиях в исламе, с моей точки зрения, тут даже противоречия могут быть не в том, что в Коране есть какие-то ошибки или то, что не состыкуется с научными представлениями о мироздании. Тут даже контекстуальные ошибки есть, которые касаются именно авраамической традиции. Да, такое тоже есть. Например, вот Мария, как мать Иисуса, в Коране она называется сестрой Аарона, Харуна. Это вообще, это абсурд, потому что та Мария, которая была сестрой Моисея и Аарона, она жила за тысячу лет до Марии, матери Иисуса, а она в Коране... Да, это достаточно распространённый пример его приводит. Но попробуйте объяснить об этом мусульманам. Они же верят, что Библия, это Старый Завет, Новый Завет, они же искажены. То есть, это всё проклятые христиане и иудеи переписали, а вот мы-то знаем, как это на самом деле это было. Понимаете? А тут даже не в том дело, что искажены или не искажены, тут просто уже противоречие в самом Коране именно хронологическое, потому что в Коране же утверждается, что Муса, Аарон и его сестра, они жили гораздо раньше, чем Иисус. Но там же в Коране... Ну и это тоже, да, и это тоже. Но там же в Коране говорится, что вот это их сестра, она родила Иисуса, который жил гораздо позже, то есть, через тысячу лет после них. Это странно. И, ну, наверняка пророк Мухаммед просто перепутал. И есть, кстати, исследование, почему он это сделал, потому что он ссылался на христианские апокрифы о детстве Иисуса Христа, протоевангелие, от Фомы, что ли, как-то так называется. И там как раз упоминается этот момент. То есть, там есть эта путаница. В том числе... Да, такие случаи не единичны. То же самое, как вот этот знаменитый аят, который приводит как любимый довод нынешних либеральных мусульман о том, что ислам не призывает никого убивать, он не призывает никакой агрессии, где говорится о том, что тот, кто убил одного человека, подобен тому, кто... как будто он убил все человечество, и кто спасет одну жизнь, подобен тому, кто спас все человечество в целом. и они это преподносят как слова Господа сынам Израиля. Но проблема в том, что это не слова Господа, это не Тора, это не откровение, которое спустилось с небес, это то, что еврейские мудрецы в каком трактате Санедрин писали. То есть, это человеческие слова. Коран воспринимает это так, как будто это слова Бога были. То есть, таких, да, таких вещей, казалось бы, мелочи, но на которых Коран и вообще исламская концепция в целом жёстко прокалывается, да, достаточно много. Да, Вот, кстати, всем советую посмотреть ролики про ислам на канале Религия и общество, Религия Аллог. Он там как раз затрагивает проблемы противоречий в Коране и вообще происхождение этой религии и ислама. Какие предпосылки были, в том числе культурные у ислама. Всем советую. Это, кстати, ну, это прям такой хороший очень качественный материал он выдаёт. Религиолог является исследователем религии и учится, вернее, является аспирантом Калифорнийского университета. То есть, это не хухры-мухры. Вот. Хорошо, давайте тогда перейдём к вопросу про то, какие есть вообще мифы об исламе. Предполагается, что это изначальная религия, которая была дана Адаму и Еве, конечно же, ну, Адам и Хава, да, то есть, изначально вот был ислам, потом произошло отпадение, искажение, такая форма, забавная форма промонотеизма. Есть также представление о том, что роль Мухаммеда, какой он совершенный человек, не знал грамоту, но при этом смог воспроизвести столь сложный текст, как Коран, и это очень странно, ведь такого не мог сделать неграмотный человек, следовательно, Коран имеет божественное происхождение. Как вы думаете, вот, какие мифы об исламе распространены в современности? Ну, самый главный миф, который в современности распространён, это о том, что ислам религия мира, но это уже отдельная тема, я думаю, что мы вначале стрима уже этого коснулись, но вот по поводу того, что последнего, то, что затронули Коране, ну, конечно, потому что его переписывали веками, даже самый такой наглядный пример, это рукописи Саны, столицы, ой, не извиняюсь, не столица, по-моему, она столица Йемена, Сана. Не в курсе, не в курсе. В общем, в любом случае, это город Йемене такой есть, и там нашли одни из самых ранних манускриптов Корана, на которых под ультрафиолетовым излучением они нашли второй слой, то есть, он переписывался. И более того, количество аятов и название некоторых сур в Коране, они отличаются в тех мусхафах, которые мы сегодня считаем каноническими, и в тех рукописях Исаны, которые нашли. То есть, понятное дело, что его переписывали веками, уже не говоря о том, что есть даже хадисы о том, что некоторые части Корана были утеряны, потому что, к примеру, съела коза, вот эти части, на которые был записан Коран. То есть, вот так вот Аллах оберегает своего послания. Поэтому, скорее всего, если мы адекватно, здраво посмотрим на ислам, то станет понятно, что это продукт коллективного творчества, который переписывался веками. Уже не говоря о том, что один из праведных халифов просто сжег все, что было, из тех записей Корана и оставил свой мусхав, который сейчас является единственным источником Корана, убрав при этом все то, что могло как-то наводить на какие-то неудобные вопросы. Как вы думаете, каким образом вообще возник ислам? Какие мифы существуют об этом? Представляется, что это религия, которая возникла именно за счет пророка Мухаммеда, вот прям, знаете, Бог, Аллах, не спасла Коран, он как бы возник из ничего, и таким образом возникло новое учение. Это же исторически, конечно, не совсем так, и историки немножко иначе преподносят Коран. А у вас какие представления об этом? Если честно, это вопрос очень сложный, потому что мы зачастую не знаем, что у нас происходило сто лет назад, мы не можем с точностью установить эти исторические контексты, а здесь речь идет о том, что происходило 1400 лет назад. И вот достаточно упомянуть, что есть такой исследователь, как Дэн Гибсон, который в наших кругах достаточно известен, который вообще выдвигает гипотезу о том, что ислам изначально зародился не в Мекке, а в Петре, который сейчас в Ордании находится. Есть фильм, я всем рекомендую посмотреть, называется «Священный город», где следователь Дэн Гибсон приводит огромное количество косвенных факторов, указывающих на то, что изначально Меккой была не та Мекка в Саудовской Аравии, а Петра в Ордании. Он поднимает вопрос того, что ранняя не соответствует Мекке, а то, что они были направлены на Петру. Он приводит большое количество подробностей исторических, которые не ложатся на рельеф и географию мекканскую, а подходят на Петру. И он считает, что нынешняя Мекка как центр ислама образовалась именно в эпоху, уже когда в халифате происходили фитнеры, и Абдулла бен Субейр был такой деятель в исламе, что он перенес изначальную Мекку в Мекку сегодняшнюю Саудовскую Аравию. На самом деле мы никогда не узнаем, как это было точно. Для меня намного важнее то, во что верят сами мусульмане. То есть, хорошо, они хотят такую версию ислама, я отталкиваюсь от этой версии ислама, с хадисами, с Кораном, потому что иногда важно бывает не то, что было на самом деле, а то, во что верят люди. Для мусульман все то, что написано в Коране и Сунне, это реально, и это реальная проблема, которая сказывается на нашей жизни. А как оно там было уже на самом деле, я думаю, скорее всего-то подлинно, мы ее никогда не узнаем. Ну, вот есть, например, такая гипотеза, как Дэна Гибсона, которая достаточно убедительна. Я читал как-то статью от Тевшу Буат, где вроде бы как разоблачалось это мнение, но как-то разоблачается он достаточно неубедительно, потому что они не все аспекты подняли, которые были упомянуты в том же фильме Дэна Гибсона, и как-то очень все это намекает на то, что, скорее всего, гипотеза Дэна Гибсона намного ближе к истине, чем классическая историческая концепция о том, где зародился Ислам, как он развивался в раннюю его историю. Да, вот тоже недавно писал статью о том, когда возникает Мека, является ли Мека древнейшим городом. Ну, судя по Корану, это же «Мать городов» это то место, куда пришел Аврам, там, создает первую Каабу, то есть, это довольно-таки древнее поселение должно быть. Однако, исторических источников о Меке вообще нет никаких, то есть, тех, которые были написаны ранее, третьего-четвертого века нашей эры. Ладно, еще до нашей эры, но нашей эры, это, конечно, жесть какая-то. Так, тогда давайте поговорим немножко о женщинах. Вот, есть такое представление, что ислам стал религией, которая эмансипировала женщин, уравняла их с мужчинами, возвысила их статус. Так ли это? Ну, зависит, конечно, от того, что мы понимаем по словам эмансипация, но это однозначно ничего общего не имеет с тем, допустим, что представляют на Западе об эмансипации, да, и, ну, слушайте, давайте быть честными, ислам, как архаичная религия, низводит женщину до служебного объекта. Ислам не единственный в своем роде, кто этим занимается, это, в принципе, было нормально для любого архаичного общества, и такие примеры такого отношения к женщине, они встречаются не только в исламе, даже на сегодняшний день, но это, это такой маркетинговый ход, который направлен, мне кажется, здесь в данном случае на два лагеря. Во-первых, на, собственно, исламскую этническую аудиторию, потому что все-таки мусульмане-то видят, что жизнь немного меняется, женщины видят, что женщины из других стран, из других культур несколько иначе живут, то, что они могут получать образование, то, что они имеют право голоса, то, что они могут решать вопросы, допустим, о своем браке, о своем будущем, то, что они могут, допустим, воспитывать своих детей, не боясь, что у них их муж соберет. Поэтому, безусловно, это толкает нынешних исламских проповедников, популяризаторов ислама, создавать байку о том, что якобы ислам он возвысил женщину, и даже, что на самом деле наоборот, посмотрите, как в кяферских странах плохо женщине живется, и как у нас хорошо, вот ей даже работать не надо, но при этом почему-то не упоминается, что как и во всех классических культурах, женщина это предмет, то есть объект, который покупается и продается. Да, ее может быть содержат, но это то же самое, что ты, условно говоря, на СТО свою машину управляешь, ее чинят, но ты владеешь, это твоя собственность, ты пользуешься. Женщине в исламе ровно точно такой же подход. И другая сторона лагеря, на которую направлена вот эта байка о том, что ислам возвысил женщину, это культурная экспансия в западных странах. Они пользуются тем, что в западных странах, в том числе в Западной Европе, большинство из которых страны никогда не сталкивались напрямую с исламом, они ничего о нем не знают, и там это благодатная почва, где можно вот свои, скажем таки, приукрашенные версии ислама продвигать среди местного населения в надежде, что они будут принимать ислам. На кого-то это даже работает. Ну, я на самом деле, тут можно долго всякие примеры приводить. Опять же, вот, я думаю, многие их и так знают, кто не знает, не знает, Александр, может быть, у вас тоже были посты на эту тему, если не было, то можете посмотреть у меня видео на канале, посвященное женщине отдельно. Просто я сейчас не хочу вдаваться в подробности, потому что, ну, кому нужны все эти примеры там. Большинство людей, я думаю, кто у нас сейчас на стриме, они и так прекрасно все понимаются. Да, тут вот как раз еще пишут сразу опровержение о том, что Мекка, на самом деле, это древний город, Макарабу используют, ну, упоминают Макарабу, о которой якобы, там, Толемей что-то писал. На самом деле, Макараба, это не совсем Мекка, и у меня в статье тоже об этом написано, и о том, что греческий историк Деодор что-то писал о каком-то храме, которому поклонялись все арабы, это тоже не совсем, это не доказательство, что это Мекка, в общем. Ну, пусть они, если они вот так твердо в своей вере, пусть они реально посмотрят фильм Дэна Гибсона «Священный город», он переведен на много языков, в том числе, хороший перевод на русский язык, пусть они внимательно его посмотрят и зададутся себе вопросом, что они вообще верят. Да, кстати, вроде даже в древних источниках есть упоминание о Петре, вернее, о храмах, которые вот как раз находятся в той области, которым поклоняются арабы, то есть это совершенно не территория, где находится Мекка. Вот, хорошо. А вот, кстати, о женщинах, да, там такой забавный случай, есть, вернее, пример в Коране, что она, что голос женщины равняется, голос двух женщин равняется, голоса одного мужчины. я извиняюсь, я думал, что имеется в виду о том, что голос женщины, это урод, короче, то, что он, ну, ладно, это да, кто о чем. вот классический пример, то, что, да, при свидетельстве голос одного мужчины равен голосу двух женщин, ну, тоже классический пример того, насколько ислам возвысил женщин. Да. Так, так, сейчас, критический вопрос, тут как раз спонсор Лазар задает вопрос про культуру мусульман и то, как она повлияла на культуру других народов, и у меня тоже этот был вопрос, просто я забыл его записать, так что задам вопрос именно Лазаре. Так, почему Иллюминат считает, что ислам уничтожает локальные культуры? Ближний Восток, Африка культурно очень разные и не похожи на арабов. В Персии сохранился зороастризм и их представители сидят в Меджлис. И мое дополнение, вот, например, берем Афганистан, там народ пушту, и они довольно-таки даже идейно противоречат, пуштун валик, как идеология, она противоречит шариату, нормам шариата. То есть, все-таки, что-то же сохранилось национальное, и ислам не тотализировал полностью, вернее, не ну, короче, не стал тотальной культурой. Я понял ваш вопрос, Александр, я понял вопрос. Ну, смотрите, безусловно, правда, она всегда где-то посередине, и в итоге получилось нечто среднее. То есть, безусловно, как и ислам влияет на культуру, куда он приходит, так, и эти культуры влияют на сам ислам. Начнем с того, что по сути сам по себе ислам с его культурой, с его письменностью, с его архитектурой, с его другими какими-то аспектами, это тоже такая сборная солянка из всех восточных культур. То есть, сначала арабы приходят, исламизируют всех, чтобы потом присвоить какие-то отдельно взятые части этой цивилизации, как будто это исламское. Но ислам в своей основе он арабский. То есть, мы можем арабизировать эти культуры тем, что мы приходим туда, мы насаждаем арабский язык, поскольку ты, когда становишься мусульманем, ты должен молиться по-арабски, ты принимаешь арабское имя, ты живешь по сунне араба, притом как бы от этого никуда не денешься, потому что это идеальный образ жизни, который Мухаммад видел как единственный приемлемый, единственный приемлемый способ существования, и ты не можешь поставить это под сомнение, то есть, ты уже, соответственно, арабизируешься. В то же время ислам, исламское государство, исламские институты, они берут какие-то вещи, которые были у цивилизаций местных, допустим, ту же архитектуру, поскольку современные мечети, если посмотреть, если мы посмотрим на мечети того же Аравийского полуострова, Среднего Востока, то во многом это сочетание архитектурных стилей персидского зодчества и византийского зодчества. То есть, казалось бы, сейчас на сегодняшний день чужаки воспринимают это как исламскую архитектуру, но на самом деле это просто компиляция из разных культурных элементов, которые были на тех территориях, куда ислам пришел. То есть, безусловно, как и культура влияет на ислам как таковой, так и ислам влияет на то, что Мухаммад был арабом, то, что язык Корана это арабский язык, и то, что практически все ритуалы, вся сунна, она сводится к тем реалиям и к тем условиям жизни, которые были в среде географической культурной арабы. Вот что я имею ввиду вот под тем, когда говорю, что ислам уничтожает другие культуры. Так, хорошо. Вопрос от спонсора. Так. Ну, это немножко такой автобный вопрос. Тем не менее, когда появился первый минорет и как, по его мнению, использование миноретов, то есть, по вашему мнению, использование миноретов повлияло на распространение ислама? Я не знаю, как это должно было повлиять на распространение ислама, использование миноретов, но суть в том, что мусульманам нужно было придумать какой-то отличный от иудеев и христиан способ призыва к молитве. Ну, то есть, например, у христиан есть битье в колокол, и мусульманам нужно было придумать что-то свое, чтобы не быть похожим на христиан, в частности. И минарет – это просто удобный способ для того, чтобы совершать азан, потому что это высокая точка, с которой азан будет слышно во всех частях поселения. Ну, то есть, я не знаю, насколько минарет должен был поспособствовать распространению ислама, я, если честно, не вижу в этом какой-то взаимосвязи. В общем, потому интересно, как он может парировать это замечание. То есть, вы не знаете арабского языка и клевещете на ислам, и вот вас критикуют за это. Конечно, безусловно. Да, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, что я должен сказать по этому поводу? Если бы я не знал арабского настолько, чтобы быть в состоянии заниматься этой деятельностью, я бы и не занимался. Безусловно, у меня бывают какие-то ошибки в прочтении по невнимательности, но они никак не влияют на ключевой смысл предложения. Вот, что я могу ответить. Я как-то помню, там приставали к тому, что я перевел слово «ирб» как член, а не как желание. Но проблема в том, что «ирб» по контексту подходит больше, как слово «член», извиняюсь, в том хадисе, который я разбирал. И это вопрос интерпретации. То есть, конечно, мусульмане хотят видеть какой-то эфивизм, который немножко бы смягчил суть, но от этого суть-то не меняется. Придираться можно ко всему, что угодно. Особенно в области языкознания, поскольку, если в точных науках 2 плюс 2 – это всегда 4, хоть в Африке, хоть в Европе, в языкознании всегда существует пространство для интерпретации, за которое мусульмане всегда будут цепляться для того, чтобы защитить свои убеждения. Так, давайте поговорим об этике ислама. Как вы считаете, можно ли рассматривать поведение пророка Мухаммеда как приемлемое для современности? Мы знаем, что он... Мусульмане в этом, в принципе, были не единственными. То же самое наблюдалось частично в Византийской империи, в других варварских культурах, например. Это не было чем-то исключительным для того времени. Но проблема с Мухаммедом, вообще с исламом в том, что ислам не признает границ времени и пространства. То есть, он в том виде, в котором он был оформлен, он мусульманами считается действительно вплоть до Судного дня. И в этом заключается проблема. Поэтому рассматривать, конечно, Мухаммеда как образ для подражания в нашем 21 веке, это, конечно, неадекватно. Но это не говорит о нашем 21 веке как, в принципе, о мириле истинности, поскольку не все то, что происходит в 21 веке, лучше, чем то, что было, условно говоря, в 7 веке. И большинство из того, что происходило, и как люди поступали в 7 веке, хуже, чем то, что происходит в 21 веке. То есть, это философский вопрос. Но, безусловно, большая часть из того, что предлагает ислам, оно устарело. Или является в конец неприемлемым в силу того, что мы ушли намного дальше в нашем развитии. Но есть и другие примеры, что, допустим, в исламе лучше, чем то, что предлагается нынешней западной повесточкой, условно говоря. Поэтому это вопрос философский, как посмотреть. Так, хорошо. В принципе, мы все заданные мной вопросы обсудили. Так что, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте, задавайте их в чате канала. Буду рад их озвучить. Вот, кстати, насчет Петра, как направление для Киблы, я тоже знаком с этим исследованием. Но там же, если посмотреть, как вообще это можно объяснить? Изначально, конечно, мусульмане молились в сторону Иерусалима. То есть, это такой первый священный город. И поэтому Мухаммед туда прилетал на Бураке, взлетал на небо, встречался с пророками. И в этой связи, возможно, первые мечети, первые постройки были направлены именно в сторону Иерусалима. А если посмотреть, где расположены Медина и Мекка, то там направление как в сторону Петры, так и в сторону Иерусалима будет почти одинаковым. То есть, может, это как-то этим образом можно объяснить? Ну, дело в том, что есть также ранние мечети, которые были построены в Каире, которые были построены даже в Китае. Очень старые мечети. У них Киблы указывают не на Мекку, а именно в сторону Петры. Вот в этом есть проблема определенная. А, допустим, мечети, амиядские мечети, когда амиядов выгнали с Ближнего Востока и одни осели в Андалуси, они вообще смотрят в какую-то параллельную, в Мекке, сторону. То есть, там все достаточно сложно. Хантер задает вопрос, почему нет изображения иллюмината, а стоит пирамида с глазом на стриме? Почему вообще такой образ выбрали себе? Ну, потому что я опять же скажу, что есть два варианта, как вы можете это трактовать. Первый и буквально то, что иллюминат – это просвещенный, это тот, который несет некоторое просветление людям относительно тех или иных вещей. И это просто символическое выражение моей деятельности, чтобы открыть глаза мусульманам на то, во что они верят, и начать жить, и дать жить другим. А можно это воспринимать так, что на самом деле это все заговор, мы там против ислама сговорились, и мы масоны, рептилоиды, которые пытаются погасить светолага. Но это для особо таких упоротых пациентов, которые на полном серьезе верят, что есть какие-то жидорептилоиды, которые борются с исламом. Как хотите, воспринимайте. У меня тоже, кстати, есть проблема с ребрейтингом, или как это сказать, когда мой ник воспринимают как… Ну, в общем, его переводят как хитрый человек, да, ловкачий. Ну да, вы как лукавый. Да, лукавый, да. Хотя это довольно-таки сложный архетип, и он подразумевает гораздо больший букет смыслов, а не только… Вы понимаете, проблема в том, что вы начали оперировать к архетипам, это слишком сложно для многих людей, и вы, наверное, вначале не могли бы себе представить, что все настолько плохо, поэтому здесь вы слишком далеко думаете, не все это способны переварить. Вот где проблема рождается. Вопрос от спонсора Руслан. Спасибо за донат. Как гость может охарактеризовать случай сжигания Корана в Швеции распусом полуданом? Как можно было бы разрешить этот вопрос? Как можно было бы разрешить этот вопрос? Ну, давайте зададимся вопросом, для чего он это сделал, да. Это протест, безусловно, против засилия исламскими мигрантами стран Старой Европы, их неприятие местного образа жизни, в то время, когда они приехали в чужую страну и пытаются навязывать там свои правила поведения. С одной стороны, его можно понять, этот жест, но с другой стороны, он, ну, хорошо, какую практическую пользу он несет. Ну, да, можно мусульман побесить, можно дать им понять, что вас не боятся, то, что есть люди, которым есть что против вас возразить, но в конечном итоге, я не думаю, что это несет какую-то практическую ценность, вот такие акты. Ну, как акт изъявления своей позиции, может быть, да, может быть, это какую-то целесообразность имеет, но в конечном итоге, как это остановит вот тот конфликт, который существует между ордами, и которые заезжают в Западную Европу, преимущественно из исламских стран и местным населением. Ну, никак. Оно только жесточит конфликт. Поэтому я думаю, что это не очень конструктивный подход. Так, тут вопрос о Тенгри поступил. Я его не совсем понял. Тенгри, переформулируйте, пожалуйста, вопрос. В общем, он пишет, почему именно, почему иллюминат считает, что естественная адаптация ислама выводит такое течение ислама? Не совсем понял вопрос, извините. Я думаю, что он, скорее всего, имеет в виду, что, почему я считаю, что попытки модернизировать или как-то переиначить ислам, делают его менее исламом. Возможно, это имелось в виду, но я уже отвечал, что, чтобы адекватно его переформатировать, для этого нужно его изменить до неузнаваемости, что равносильно тому, что его нужно просто уничтожить и создать новую религию. А попытки как-то заретушировать какие-то неприятные моменты, они приводят к тому, что все равно большинство мусульман будет следовать тому, что написано в Коране и Сунне. Это просто будет оттягивать время и нормализовывать ту идеологию, которая в своем корне враждебна к окружающим и всячески будет огрызаться и кусать нас, пока мы будем пытаться с ней помириться. Я думаю, что вопрос заключался в этом, и таков мой ответ. А вы сами каких религиозных взглядов придерживаетесь? Я не придерживаюсь никаких религиозных взглядов, поскольку я уже на многих стримах говорил, что наша вселенная слишком сложная, чтобы попытаться описать ее в концепциях и рамках какой-то определенной религии. То есть можно как атеиста вас обозначить? Или неверующего просто? Атеист, понимаете, атеист это тоже в конечном итоге сводится к тому, что имеется некий процент веры в то, что Бога нет. Но вопрос в том, что понимать под Богом, как мы его видим, какой смысл мы вкладываем в слово Бог, от этого очень многое отталкивается. Поэтому я бы не сказал бы, что я атеист, потому что атеизм это тоже в каком-то смысле вера, предположение в то, что Бога нет. Что я не могу знать, есть он или нет, а если я и предположу, что он есть, то я не знаю, какую. Но я точно знаю, каким он быть не может. У вас на канале есть много видео про Аишу, о том, что Мухаммед довольно-таки рано с ней вступил в связь. То есть это вопрос педофилии и ислама. Насколько я знаю, есть аргументы в пользу того, что Аиша была довольно-таки зрелой девушкой на момент вступления в половую связь с Мухаммедом. То есть она довольно рано стала его женой, но при этом через какое-то время они вступили в эту связь. То есть там был какой-то срок. Вы сталкивались с такими аргументами? Вы сталкивались с такими аргументами? Ну, конечно, он же женился на Аише, когда ей было 6 лет, а вступил с ней в половую связь, когда ей было 9. Безусловно, 3 года он подождал, конечно. Это похвальный поступок, ничего не скажешь. Просто я встречал гораздо более поздний срок. Гораздо более поздний срок. Я отправляю, собственно, зрителей к второму видео об Аише, сколько же на самом деле лет было Аиша. Можете после стрима перейти ко мне на канал, посмотреть его. Но если коротко, то все сводится к тому, что вот этот возраст, который они высчитывают, говоря, что это 17 лет, он базируется на разных предпосылках. То есть там берется несколько источников, несколько разных контекстов, которые пытаются вшить в канву общего повествования. То есть так не работает. Вы либо берете один источник и отталкиваетесь от него, либо берете другой источник и отталкиваетесь уже от второго источника. А что происходит? Вы берете первую книгу и вторую книгу, в которой отправные точки изначально датируются по-разному и пытаетесь из этого слепить какое-то повествование, в котором Аиша было бы 18 или более лет. Вот, собственно, в этом заключается проблема. Я более подробно с примерами, с именами, с датировками приводил вот в этом видео. Я уже не говорю о том, что, извиняюсь, перебью, добавлю, что есть достоверный хадис то ли в Сахих Аль-Бухари, то ли в Сахих Муслим. Это два самых достоверных сборника, которые считаются мусульманами абсолютно правдивыми. То, что все, что у них написано, это правда. И там напрямую говорится, что Мухаммад женился на Аище, когда ей было 6 лет, вступил с ней в половую связь, когда ей было 9. Для нормального мусульманина-суннита этого уже должно быть достаточным, чтобы принять это за истину. Тут немножко люди взбунтовались в чате, пишут, как так, атеизм, это вера, на самом деле это не вера. Я думаю, что это можно следующим образом объяснить. Смотрите, есть, ну, это я к зрителям, если что, обращаюсь. То есть есть сильный атеизм, есть слабый атеизм. Сильный атеизм предполагает убежденность в том, что никакого Бога нет. Это противоречит методологическому агностицизму, который говорит нам, что мы не должны отрицать то, в чем несуществование, мы не уверены. То есть категорически мы отрицать этого не можем. Конечно же, категорически утверждать мы этого не можем, но и отрицать тоже. А слабый атеизм предполагает простое неверие. То есть я не вижу оснований для веры в это, Поэтому я не буду в это верить Но и отрицать я этого не могу Потому что у меня нет основания для отрицания Вот примерно На лебедях мы говорим, что все лебеди Белые Можем ли мы отрицать Факт существования Черного лебедя? Нет, не можем Потому что у нас эмпирический материал Не столь обширный, чтобы мы это Утверждали Я думаю, это простое объяснение Может показать вам Что атеизм В сильном варианте можно назвать верой Верой в то, что Бога нет Надеюсь, вы поняли Уважаемые друзья Так, вот насчет Следующего вопроса По поводу мусульман-мигрантов В Европе Да, вот еще Несколько вопросов По поводу мусульман-мигрантов в Европе Как вы думаете, насколько это Серьезная проблема для европейского Континента? Я уже встречал два Источника, которые Живут в Нидерландах Я с ними лично беседовал Они говорят, что там просто Какая-то жесть Именно с мусульманами-мигрантами происходит Да, безусловно Я как человек, который достаточно Долгое время жил в Германии Тоже могу это подтвердить И потенциально Это очень большая проблема Для Западной Европы И для меня до конца Непонятно, какая мотивация Стоит за этим Но действительно Проблемы могут быть Особенно, если они Не смогут воспитать То поколение Мигрантов, которое Пойдет в школы В западноевропейских странах Те дети, которые родятся В западноевропейских странах Из исламских семей Если мне удастся Привить те ценности Которые есть В европейских обществах За это время То я думаю В общем-то Достаточно печальное Будущее ждет Западную Европу Это вполне себе Может грозить им Масштабным Затяжным гражданским войнам Но на самом деле Я бы тоже не стал Совсем сгущать краски То есть даже с тем количеством С этими ордами мигрантов Все равно можно справляться Если занять принципиальную позицию И дать им понять Что либо вы здесь Ассимилируетесь культурно Либо вы будете Вынуждены Считаться с последствиями Но к сожалению Я не вижу В западноевропейских странах Такой принципиальной позиции И представить себе Что будет В следующие десятилетия В странах Западной Европы Мне сложно Хорошо Так Ладно Уважаемые иллюминаты Будем тогда закругляться Время у нас подходит К концу Если у вас есть желание Что-то сказать Можете сейчас Это озвучить Я могу только Порекомендовать Своим подписчикам Которые пришли На этот стрим Сегодня Подписываться на Александра Подписчикам Александра Порекомендую Зайти на мой канал Где Относительно тех вопросов Которые мы Поднимали сегодня Есть Достаточно подробные Разборы С С приведенными Исламскими источниками С первоисточниками Где вы сможете Для себя Узнать больше контекста И более подробно Разобраться В интересующих вас Вопросах Да, друзья Обязательно Подписывайтесь на Иллюминаты Ссылка в описании Это Интереснейший канал Обязательно Подписывайтесь на него В телеграм-канале Там бывают Такие прям Баталии Происходят Очень интересно Спасибо Иллюминат За то Что согласились Со мной Пообщаться Надеюсь Это не Наш Не последний Наш разговор Так что Буду рад Если у нас В будущем Состоятся Еще Стримы Спасибо Благодарю вас Александр Всего хорошего До следующих встреч До свидания Так, друзья Все Пообщались У Иллюмината Просто Заканчивается Время Поэтому Закончили Раньше Так Сейчас я тут Немножко Сделаю Если что Можете Задавать Вопросы Мне Я пока Могу С вами Пообщаться Поговорить Обсудить Что-то Интересующее Вас Да Друзья Если у вас Есть Возможность Поставьте Этому Стриму Лайк Так Вы Поможете Рекомендоваться Данному Стриму Да Посплетничаем Так Спешит Опять Немного Попадить Ну Возможно Еще Не выздоровел Не знаю Друзья Друзья Поставьте Этому Стриму Пожалуйста Лайк Так Вы Меня Поддержите Если Есть Желание Можете Задать Вопрос В Донатах Также Если У вас Есть Желание И Возможности Можете Оформить Подписку На Бусти Где Вам Будет Доступен Бонусный Контент В Скором В Скором Времени Я Публикую Статью Про Возникновение Религии Как Люди Поверили В Богов Это Будет Большая О Не Статья А Лекция Видео Лекция Будет Это Будет Большая Видео Лекция Около Полутора Часов Если Не Два Часа Надеюсь Вам Понравится Также Во вторник Я Публикую На Ютубе Интервью С Алексеем Макаровым Мы С ним Поговорили Про Влияние Искусственного Интеллекта На Религиозный Мир И Каким Религия Станет Под Влиянием Нейросетей Искусственного Интеллекта И Прочих Новых Технологий Так Задавайте Вопрос Если Они Есть Стрим Получился Немножко Скомканным Прошу 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 Прощения Так Что Вот Так И Вот Так Все Перемена Довольно Не то Чтобы Кратко Но Очень Емко Отвечал На Вопрос И Поэтому У нас Стрим Прошел Довольно Быстро Тем Не Мене У У меня Еще Есть Время С Вами Пообщаться Поговорить Буду Рад Вопросам Также Лайкам Ну И Конечно Ж У кого Есть Желание И Возможность Донатом Надеюсь Я Вопросы Донатеров Все Задал Никакой Не Пропустил Если Какой То Пропустил То Прошу Прощения Так Ну Иллюминат Так Быстро Ушел Ну Мы Договаривались С ним Недолго Общаться Возможно Есть Какие-то Причины Гадать Не Буду Хотелось В следующий раз Обждение Менее Попцовых Вопросов Например Классный Классный Фиг вам На фоне Увлекаешься Шаманизмом В квартире Нет Это Мои дочки Подарили Она Любит Там Сидеть Если у меня Хобби Раньше Я занимался Музыкой Битмейкером Был Музыку Писал На компьютере Спортом Занимался В качалку Ходил Если это Не хобби То что Не знаю Ну Нравилось Это Дело Так Александр Вам вопрос Кааба И черный Камень Это языческие Святыни До Ислама Верно Потом Они Стали Святынями Ислама Отсюда Можно сделать Вывод Что Ислам Это Язычество И Убал Он же Баал Есть Аллах Имя Аллах На самом деле Древнее Она Была Задолго До Ислама Бога Аллахом Именовали Христиане Ну И вообще Это Распространенный Семитский Термин Аллах То есть Мусульмане Здесь Не Не Новички Это Довольно Распространенное Наименование Бога Которое Позаимствовали Арабы У местных Народов У Арамеев Там Есть Такое Наименование Вроде В Библии Одно Из имен Бога Это Элуах Ну Аллах То же Самое В принципе Руслан Для меня Стрим Отличные Ожидания От него Оправдались Спасибо Но я Как-то С собой Недоволен Я Рассчитывал Что смогу Генерить Вопросы Отталкиваясь От ответов Иллюмината Но что-то у меня Голова Плохо Сегодня Варила Я Недоволен Собой Можно Было бы Гораздо Более Изощренные Интересные Вопросы Задать Отвечая На Вернее Вернее Опираясь На его Ответы Надеюсь Следующий Стрим У нас Если состоится Получится Лучше Вот по поводу Попсовых вопросов Я не совсем понял Претензию Динара Миреева Написала Можете Прояснить Что значит Попсовые Вопросы Вроде Вопросы Были Весьма Обстоятельные Кстати Вот насчет Противоречий В Коране Это не то Чтобы Противоречия Это Сюжеты Которые Выдают Ислам Как Культурный Продукт Продукт Своей Культуры И времени Например Там есть Повествование О семи Эфесских Юношей Юношах Это довольно Распространенная В христианстве Легенда Она в том числе Семь отроков Эфесских Это распространенная В христианстве Легенда Семь отроков Это христианские Мученики Которые Якобы Родились Там В третьем Веке И Прожили Довольно-таки Долгую Жизнь Умерли Мученической Смертью Так вот Это были Христиане Которые Умерли Мученической Смертью И Исповедовали Тринитарное Христианство В 18 Суре В Коране Упоминаются Эти мученики Упоминаются Не просто так А как пример Людей Которые Придерживались Таухида Да Верили В единого Бога И это Довольно Странно Упоминать Этих Людей Скорее Всего Проджог Мухаммед Просто Не знал В чем Был Смысл Смерти Этих Христианских Мучеников И у Мухаммеда Они прожили В пещере 300 лет И там Довольно-таки Еще Разные Сведения О них Преподносится Что Вообще Является Странным Потому что Автором Корана Является Аллах И при этом Он дает Разные Сведения Об этих Мучениках Отроках Поэтому Тут даже Можно Не за счет Противоречий Рассматривать Коран Как Результат Рабской Культуры Вот С помощью Вот таких Сюжетов Про Жену И мать Иисуса Прожил Вернее Про Сестру Мусы Моисея И Арана То есть Хорова Да И Мать Иисуса То есть Марьям Это вообще Конечно Великолепный Пример То что В Коране Есть Путаница Очень Странно Как Можно Было Допустить Такую Ошибку Да Эл Это Верховное Божество Семитов Эль Почему Ислам Восхваляет Физическое Уничтожение Своих Критиков Ну Это Типичный Случай Религиозного Эксклюзивизма Фанатизма То есть Когда Человек Пытается Критиковать Религию Тем Самым Он На самом Деле Критикует Бога А критиковать Бога Нельзя Запрещено Это Оскорбление Бога Любая Критика Воспринимается Как Оскорбление Божества А Нет Ничего Страшнее Чем Оскорбление Бога Поэтому Такой Человек С точки Зрения Множества Хадисов В том числе Корана Достоин Смерти Конечно Это Я Лично Это Осуждаю И Это Неприемлемо С точки Зрения Современного Мирового Законодательства Современных Норм Гуманизма Так А почему Турки Почему Именно Турки Как Относишься К Антисектанту Дворкину Негативно Отношусь Я Считаю Что Он Занимается Вредной Деятельностью Демонизирует Религиозных Меньшинств Из-за него Он Внес Большой Вклад В то Что У нас Есть Гонения На Религиозные Меньшинства Я Считаю Это Неприемлемым И Не Только Дворкин Стал Причиной Этого Вот Помните Наверное Стрим С Атеистом Евгением Это Прошлый Стрим Мы С ним Общались О Том Почему Он Решил Завести Паблик О Сатанизм То есть Против Сатанинских Сект Вот Я Считаю Подобную Деятельность Неприемлемой В том Смысле Если Они Хотят Например Запретить Эти Секты Требуют Запрещения Этих Сект Так Называемых Сект Самое Понятие Секты Это Хрень Полная И Но Раздувание Сатанинской Паники В России Это Не от Большого Ума Делается К К Я отношусь Негативно Я бы Не хотел Комментировать Этот момент Потому что Если Я Начну Это Делать Это Будет Наверное Небезопасно Нет Противоречий В Кораде Конечно Нет мы так фантазируем значит атеизм в любой степени является религией и верой в религиозном смысле а вы отвечаете вот насчет атеизма надеюсь вы поняли мое разделение на сильный и слабый атеизм в чем вообще разница принципиальная я действительно считаю не совсем обоснованным сильный атеизм потому что отрицание категорическое отрицание не является адекватным с точки зрения эмпирики принципов эмпиризма мы не можем сказать что какая-то там планета не существует лишь в силу того что у нас нет сведения об этой планете не можем сказать что нет какого-то вида животных не знаю каких-нибудь там кто у нас там есть вот сейчас постоянно находят ежегодно находят какие-нибудь новые виды животных в силу этого мы не можем говорить что вот этого вида животного который например в будущем мы только найдем да не существует в силу того что у нас нет о них о нем сведений в силу методологического агностицизма мы просто должны говорить что у нас нет сведений и любой разговор об этом не имеет смысла вот до сведения появится тогда и будет смысл об этом говорить то же самое сильным атеизмом нельзя говорить что бога вообще вот какой-то там сверхчувственной сущности не существует у нас просто нет эмпирических данных и в принципе вряд ли они могут появиться ну хотя можно предположить этот сценарий но методологически мы не можем отрицать чисто на бытовом уровне конечно можно это делать и отсюда сильным атеизм является верой в отсутствие бога не в том смысле что это вера религиозного характера это вера чисто гносиологическое чисто как познавательный акт вот и все это еще раз разделение то есть есть просто неверие я вот не верю в бога обычное неверие не является верой в отсутствие бога не верить может за отсутствием основания веры вот и все вот но у меня нет оснований как я могу в это верить могу ли я говорить что его точно нет нет не могу у меня нет основания для этого его вот простое разделение саш а кагоры пил конечно пил во время пасхи я проводил кагорный стрим можете посмотреть хотя я его сохранил только на бусте потому что в том стриме я просматривал видео при обзоре разных видео я сохраняю запись только на бусте а с ютуба удаляю когда провожу интервью то такие стримы сохраняются на ютубе трикстер вы отлично провели стрим ваш собеседник не в вашем формате что что значит не вашим мне понравился иллюминат он имеет довольно таки жесткую с моей точки зрения позицию но она имеет право на существование в том что основания для этого есть мы действительно видим радикализацию ислама с другой стороны мы видим либерализацию ислама гуманизацию ислама да то есть есть два направления и они наблюдаемы гумилёв интересно про возникновение ислама рассказывал вот незнаком только наш зашел на стрим чтобы посмотреть на иллюмината а тут только александр получается произошел да мы довольно быстро с ним провели стрим так что можете пересмотреть скоро будет стрим с священником который покинул россию который три года назад отрекся от своего сана который три года назад стал атеистом и который два года назад совершил камин аут да он является геем но мы не будем говорить о его ориентации чтобы это не рассматривали как какую-то там ну вы понимаете у нас сейчас законы уже сточены по этому вопросу я бы не хотел даже по лезвию бритвы ходить мы поговорим о том почему он покинул церковь как он изменил свои взгляды на религию и на христианство в частности на церкви в частности что он думает о современной русской православной церкви вот об этом мы и поговорим так что ждите анонса друзья также в эту субботу наверное будет будут у меня дебаты дискуссия с сергеем худеевым не на моем канале я сделаю анонс мы будем говорить о том насколько адекватно придерживаться прицел презумпции атеизма для тех кто не знает презумпция атеизма это это позиция при которой мы утверждаем что при какой при всякой дискуссии о Боге мы должны изначально придерживаться позиции что Бога что не веря в Бога является более приемлемым более приемлемой позицией потому что у нас нет доказательств существования Бога еще раз это при дискуссии человек в частном порядке может верить нам во что угодно но если мы говорим о дискуссии то не атеист должен доказывать отсутствие Бога а верующий должен доказывать существование Бога в этом заключается смысл презумпции атеизма о семи фиванских юношах ну христианская легенда она стала уже продолжением этой но мусульмане то взяли ее у христиан и это странно но реально самая сильная самый сильный аргумент который говорит о антропогенном об антропогенности Корана это вот пример с сестрой Аарона которая является матерью Иисуса то есть Марьям мать Исы это очень странно при этом это в трех сурах упоминается первая сура 19-28 вторая это 3-35 и третья это 66 сура 12 аят также забавно что в Коране в 20 суре 95 аяте в 20 суре 95 аяте говорится что Муса обращаясь к создателю золотого тельца называют его самаритянином хотя самаритяне возникли гораздо позже то есть с возникновением северного израильского царства там столица Самария вот тогда уже самаритяне возникают а Коране самаритянином называется человек который создает золотого тельца хотя это анахронизм то есть таких анахронизмов много в Коране и это странно так да вообще там с Кораном этих ошибок довольно много так что когда говорят что Коран не спослан Аллахом но это странно мог ли создатель мира допускать столь серьезные ошибки допускать столь серьезные анахронизмы это странно в воде замзам которая оказалась ядовитой вроде там какие-то бактерии наши или что и содержание аммиака вроде то есть не совсем полезно ее пить так Антон Колкин Александр здравствуйте хотел вас спросить будут ли в будущем еще стримы беседы с разными критиками ислама в частности повторные стримы с иллюминатом спасибо вот не знаю мне бы хотелось конечно провести просто учитывая то сколько я на это время трачу и то что мне это в итоге приносит конечно я бы хотел заниматься такими проектами почаще все таки блогерская деятельность это то чем я живу в сути это основная работа посмотрим в общем так так друзья я сейчас недолго отвлекусь так что не теряйте меня так так ладно друзья я заканчиваю этот стрим рад что вы были сегодня с нами надеюсь вам понравился этот стрим он сохранится на ютубе так что всем удачи всем пока 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 не